Давайте мы славу для Господа еще больше отдадим. Спасибо, Левиты. Присаживайтесь, драгоценная церковь. И перед нами будет Слово Божье. Давайте мы коротко склоним головы свои, помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за то, что мы можем сегодня быть в Твоем доме и слышать Твое Слово. Слово, способное преобразить и изменить нашу жизнь. Слово, сеющееся как семя и преображающее нашу жизнь во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня я хочу проповедовать на такую интересную тему. Знаете, сейчас начал читать книгу про историю Израильского государства. Новейшую историю. Вот события, предшествующие буквально перед самим восстановлением государственности Израиля. Вы знаете, меня вот поразило вот что. Я читаю и думаю все время. Послушайте, народ, который по сути две тысячи лет не имел своей страны, не имел своей территории, не имел своих грамниц, не имел своего гражданства, не имел своих паспортов и сумел сохранить эту идентичность. Когда в 1948 году провозгласили независимость Израиля, вдруг со всего мира начали съезжаться люди и становиться гражданами Израиля. Вновь восстановленного и сотворенного Израиля. Знаете, я подумал, что помогло Израилю столько лет, две тысячи лет. Это не две тысячи часов, это не две тысячи дней. Это даже не двадцать и не двести. Две тысячи лет сохранять эту идентичность. Я думаю, знаете, это такие основные моменты. Они всегда знали, кому они поклоняются. Они всегда чтили закон, так как они его понимали. Они всегда чтили праздники, которые были установлены Богом. И знаете, я вот читаю эту книгу и все время думаю, сегодня мы как никогда близки к истории Израиля. Наша история, история нашей страны, она очень сильно сегодня перекликается с историей Израиля. И знаете, за более, сейчас уже за более чем сто дней войны я слышу от разных людей одно и то же, вот одни и те же слова. Я никогда до этого времени так не интересовался историей своей страны. Я столько не читал об истории своей страны. Я столько не смотрел об истории своей страны. И знаете, сегодня мы как никогда нуждаемся в том, чтобы код нации был прописан в наших сердцах. Но кроме того, что мы, у нас есть паспорта, кроме того, что у нас есть земная территория, у нас есть небесное гражданство. У нас есть небесное гражданство, о котором мы не должны забывать, что бы ни происходило здесь на земле. И сегодня моя проповедь, она так и называется, «Код нации». Код нации. И мы попробуем сегодня ответить себе на три простых вопроса. Кто мы? Что нам делать? И чего нам ожидать? Я думаю, эти три вопроса, они сегодня актуальны для нас, для всех. Итак, первый, кто мы? Мы прочитаем, что же говорит, как же Библия характеризует сегодня каждого из нас, того, кто уверовал Господа, того, кто Ему верен, того, кто Ему поклоняется. Второе Петра, первое Петра, вернее, вторая глава, девятый, десятый стих. Стихи, которые мы цитируем, которые мы очень хорошо знаем, провозглашаем, утверждаем, прочту их сегодня еще раз. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». И знаете, мы все знаем этот стих, мы все его любим, нам всем он нравится, когда так говорят о тебе, когда так Библия говорит о тебе, что ты царственное священство, ты народ взятый в удел. Но я вот о чем подумал. А должна ли быть наша какая-то ответная реакция на то, что говорит обо мне Библия? Если Библия называет меня царственным священством, отделенным народом, должен ли я как-то на это реагировать? Или это просто, я просто с этим соглашаюсь и продолжаю жить своей жизнью? Я думаю, однозначно, ответная реакция должна звучать в нашем сердце. Итак, мы попробуем ответить на три простых вопроса в этом пункте. Чем я наполняюсь? Что я говорю? И где я? И это определить, кто мы. Итак, первое. Чем я наполняюсь? Кто-то когда-то из людей сказал, вы состоите из книг, которые читаете, из фильмов, которые смотрите, из людей, с которыми проводите время, из разговоров, в которые вы вовлекаетесь, тщательно выбирайте, чем вы питаетесь. И сегодня, знаете, к сожалению, к сожалению, видео, аудио, контент в интернете переполнен негативом, переполнен ругательными словами, переполнен вот этими звонками родным, близким, врагов, которые звонят своим родным, близким. И знаете, я попервой, я попервой тоже как-то вовлекся и смотрел эти видео, вот, ну, как все, наверное, признаюсь честно. Но потом я вдруг начал замечать, что в моем сердце это сеется очень тяжелым таким, знаете, грузом. Я вдруг начинаю ненавидеть, я вдруг начинаю желать мести этим людям. И знаете, я подумал, от того, куда и кого мы пошлем, вообще ничего не зависит в нашей стране. А вот от того, сколько Слова Божьего мы провозгласим в жизнь нашей страны, от того, сколько мы прочтем пророческого Слова и провозгласим его в жизнь нашей страны, напрямую зависит, что будет происходить в нашей стране. Послушайте, если мы будем цитировать то, что там пишут сейчас везде, слава Богу, это перестали писать и начали менять эти бигборды. От этого ничего не меняется. От ругательных слов ничего не меняется. Но от Слова Божьего, Слово Божье написано живо и действенно. Слово Божье живо и действенно. И поэтому мы сегодня как никогда должны наполняться Словом Божьим. Как никогда мы должны вникать в Слово Божье, искать откровения из Слова Божьего, искать пророческое Слово из Слова Божьего для страны, для себя, для своей жизни. Идем дальше. Что я говорю? Напрямую зависит от того, что я перед этим послушал. Да. Что я говорю напрямую зависит, что я перед этим слушаю, что я читаю, и следственно, что происходит в моей жизни. Библия говорит, от плода уст своих человек насыщается. Что я говорю, то и происходит в моей жизни. Что я репощу в социальных сетях. Все пропало. Очередное наступление врага. Все пропало. Давайте. Знаете, у нас есть такая группа, у меня в служении в Вайбере. Простите, может это покажется немножко резким примером. Но мы запретили у нас в группу скидывать любые новости. Любые вообще какие-то спорные. Мы запретили. Мы удаляем людей из группы. Потом восстанавливаем. Проводим воспитательную беседу и восстанавливаем. Вот запретили. Под страхом удаления из группы церкви. Провозглашайте Слово Божье. Вселяйте в людей веру. Говорите слова веры. Послушайте, неверия сейчас хватает. И мир наполнен неверием. Все пропадет, все будет плохо, все будет не так. Зачем мы должны это распространять? Мы должны распространять слова веры. Мы к этому призваны. И третье в этом пункте. Где я? Знаете, это хороший вопрос. Потому что кто я определяет, где я. Это напрямую зависит от того, с кем я провожу время. Это напрямую зависит от того, с кем я общаюсь. Послушайте, сегодня, как никогда, я не знаю, как вы, но я почувствовал силу единства церкви. Вот когда мы начали собираться, даже когда звучали регулярные сирены, взрывы где-то, мы начали собираться, и вот эта сила единства, когда ты приходил в церковь, ты чувствовал и сейчас чувствуешь поддержку того, кто стоит с тобой рядом. Вопрос, где я еще должен быть сегодня? Где я еще, где я получу такую поддержку? И где я получу такую помощь, как не в церкви? Знаете, сегодня есть много людей, которые в силу каких-то обстоятельств приняли решение, да не, я пока не буду приходить, пока там то не так, и то не так, и это. Послушайте, драгоценные, если вы смотрите в записи или в онлайне, возвращайтесь в церковь. Сила, она в единстве. Бог сказал, я поставлю церковь, и врата ада не одолеют ее. Пока вы есть часть церкви, врата ада не одолеют вас. Идем дальше, что нам делать? Знаете, если я определился, кто я, то следующий вопрос, который возникает в моем сердце, что я должен с этим делать? Послание римлянам, 12 глава, 1-2 стих. Это для тех, кто определился, кто он, Библия говорит. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Библия говорит, для тех, кто принял решение, я Божий. А теперь сделай следующий шаг и определись, что ты будешь с этим делать. И знаете, этот вопрос, что мне делать, он звучит сегодня не в форме, не в формате того, мне нечего делать, и поэтому я не знаю, что мне делать. Вокруг очень много работы. Что тебе делать будет зависеть от того, куда ты смотришь. Если ты смотришь только на свои потребности и нужды, ты никогда не будешь знать, что тебе делать. Но если ты оглянешься вокруг себя, ты поймешь, что работы очень много. Работы очень много. Сегодня тысячи людей нуждаются в Евангелии. Сегодня тысячи людей нуждаются в какой-то материальной помощи. Сегодня тысячи людей нуждаются в поддержке. И три очень простые вещи, которые мы можем делать прямо сегодня. Первое. Молиться. Понятно, верующие должны молиться, это мы все знаем, это мы все слышали, и без войны это понятно. Но я убежден, что сегодня, как никогда, молитва церкви должна быть ревностней в сто раз. Послушайте, какое бы оружие, кто нам не передавал, у мира нет такого оружия, которое способно проникать в духовный мир. Молитва. Вы помните, написано в Слове Божьем, в Коринфянах написано, оружие наше, не плотское, что мы им делаем там написано? Не спровергаем замыслы. Молитва – это то, что способно не просто бороться с последствиями, оно способно остановить, не спровергнуть замыслы врага, еще не начавшиеся. И сегодня церковь должна быть как никогда ревностна в молитве. Знаете, я увидел очень хороший прообраз в том, что происходит сегодня и происходило буквально несколько месяцев назад. Я думаю, вы помните все эти события. Когда на юге нашей страны, в Одессе, должен был высадиться такой вражеский десант, несколько десантных кораблей, на море поднялся сильнейший шторм. И несколько дней просто по причине шторма корабли не могли пристать к берегу. И я подумал, а вот точно так же происходит в духовном мире. Когда мы молимся, в духовном мире поднимается шторм. И враг просто не может приблизиться ни к твоему дому, ни к твоей стране, ни к твоей церкви. В духовном мире поднимается шторм. Послушайте, в духовный мир не запустишь никаких ракет. Духовный мир не боится никаких там вот этих всех там ЗРК, ПЗРК, ничего не боится. В духовном мире самое действенное оружие – это молитва. И это оружие есть только у церкви. Послушайте, мы сегодня, как церковь, как домашние церкви, как поместные церкви, мы должны сегодня, как никогда, должны быть ревностны в молитве. Мы должны поднимать свои голоса не просто, между прочим, а я благословляю Украину. Мы должны ревностно молиться и кричать о своей стране, помогать таким образом победить в этой войне. Следующее, что я могу делать – служить, быть полезным здесь и сейчас. Быть полезным здесь и сейчас. Послушайте, сегодня в силу разных обстоятельств, в силу того, что кто-то принял решение уехать, кто-то принял решение там переехать. Сегодня есть очень много трещин в служениях. И сегодня вопрос каждому из нас – готов ли я стать и заделать эту трещину? Готов ли я быть тем, кто будет помощником в восстановлении моей страны? Или я буду сторонним наблюдателем? Я могу быть здесь и сейчас полезен? И это вопрос к самому себе, что я могу сегодня сделать? Тебе никто не придет и за руку тебя не поведет, вот это надо тебе сегодня сделать. Это вопрос, который я могу задать себе, вставая с утра в молитве. Я молюсь за свою страну и тут же задаю себе вопрос, что я могу сегодня делать? Я молюсь сегодня за свою церковь, за свою домашнюю церковь и задаю себе вопрос, что я могу сегодня делать? Послушайте, служение с молитвой из невозможного делает возможное. Служение с молитвой из невозможного делает возможное. И третье, самое важное, что я могу делать? Благовествовать. Послушайте, любое доброе дело, мне очень нравится, как говорит наш старший пастырь, любое доброе дело без Евангелия остается просто добрым делом. И знаете, я себе думаю, любое доброе дело без Евангелия ведет только к поверхностным изменениям. Евангелие способно изменить жизнь человека изнутри, в корне. И мы призваны к тому, чтобы благовествовать, делая добрые дела, благовествовать Евангелие. Знаете, мне очень нравится, у нас есть один брат, я верю, он даже смотрит сейчас наше служение, он служит сейчас в рядах армии, но его сердце настолько горит Евангелием. Он приходит на несколько дней, вот он приходил несколько раз на несколько дней, и он постоянно тянет кого-то в церковь. Кроме того, что он в форме, в рядах вооруженных сил, он не забывает об истинном своем призвании. Он приезжает сюда, он не ищет наград, аплодисментов, вот я приехал в форме, он просто берет и каждый раз ведет кого-то в церковь. И я верю, что таким образом он исполняет то, к чему по-настоящему призван. И последнее, о чем я хотел бы сегодня сказать, чего нам ожидать. Знаете, я готовясь к этому слову, честно скажу, хотел говорить абсолютно другую вещь, чем скажу сейчас. Но в последний момент Бог проговорил ко мне это слово и сказал, ты должен сказать именно это. У меня было все готово, и я вот последнее, вот то, что я должен был говорить, я вычеркнул и написал то, что я должен сейчас сказать. Деяние апостолов. Первая глава, 4 по 8 стих. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. О чем вы слышали от меня? Ибо Иоанн, креститель, крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, Ты восстанавливаешь царство Израиля?» Ученики задают Богу по сути тот же вопрос. Что будет дальше? Что будет дальше? Израиль находится примерно в таком же положении. Израиль находится под оккупацией. И у учеников звучит тот же вопрос. Что будет дальше? А как же с границами государства? А как же они восстановятся или не восстановятся? Что будет дальше с нами? Не ради этого ли ты пришел? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. И Бог отвечает им, послушайте, я запланировал нечто большее, чем просто восстановить какие-то земные границы. Я хочу раздвинуть царство Божье. Я хочу раздвинуть пределы царства Божьего на этой земле. И знаете, я получил для себя откровение. В то время, когда враг посягает на земные границы, Бог хочет раздвинуть пределы царства Божьего в нашей стране. Послушайте, я верю, что в это время, я так верю, мы в это время увидим рождение десятков новых церквей. Мы увидим, как поднимутся сотни новых служителей. Именно в это нелегкое время для страны Бог будет раздвигать пределы царства Божьего в Украине. Не просто земные границы. И сегодня звучит вопрос каждому из нас. Готов ли я стать частью того, что будет делать Бог? Или я посижу, понаблюдаю? Или я останусь в стороне? И буду думать, а когда закончится война? А когда? А когда же мы свободно сможем опять выйти на евангелизацию? А когда? Послушайте, знаете, недавно наши ребята вышли с евангелизацией, с палаткой. Приехала полиция и свернула. Неужели это должно остановить проповедь Евангелия? Мы найдем другой метод и будем проповедовать по-другому. Но пределы царства Божьего будут расширяться в Украине. Давайте мы сейчас поднимемся. Послушайте. Задача церкви говорить не о политике. Задача церкви не транслировать новости. Задача церкви не репостить страхи. Задача церкви распространять евангелие. И если я сегодня наполнен Словом Божьим, и я знаю, кто я, я знаю, что мое имя записано в книге жизни, то я точно знаю, что мне делать. И если сегодня главным желанием моего сердца есть то, чтобы Царство Божье распространялось, я точно буду знать, куда мне идти. Я хочу сегодня поделиться еще одним словом перед молитвой. Бог дал мне его буквально перед служением. В Слове Божьем написано, Давид в Салмах пишет, много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. И тогда Бог сказал в мое сердце, если в вашей жизни сегодня сбывается первая половина стиха, и в вашей жизни, в жизни вашей семьи, в жизни вашей церкви есть сегодня скорбь, то обязательно сбудется вторая половина стиха. Господь обязательно избавит вас. если в нашей жизни сейчас сбывается слово о плаче, то обязательно сбудется обетование о радости. Давайте сегодня в этой молитве мы придем, поблагодарим Бога за то, что наши имена не записаны в книге жизни. Мы попросим у Него силы для того, чтобы исполнить то, к чему мы по-настоящему призваны. Господь, мы сегодня приходим в этой молитве. Мы благодарим Тебя за то, что Ты записал наши имена в книгу жизни, и никто никогда уже не изгладит их из нее. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам силу и власть, как церкви, противостоять духовному миру, противостоять духам злобы поднебесной. И сегодня мы, как церковь, поднимаем свои голоса в молитве. И мы сегодня этой молитвой благословляем нашу церковь во имя Иисуса Христа. Мы благословляем нашу страну во имя Иисуса Христа. Мы разрушаем все планы и намерения дьявола во имя Иисуса Христа. Всякие замыслы лукавого, они не состоятся по молитве церкви во имя Иисуса. Отец, и сегодня мы говорим, мы поднимаем свои руки и говорим, мы хотим быть участниками того, чтобы царство Божье распространялось на этой земле. Мы молим и просим, пошли нас, Боже, туда, где есть темнота. Мы молим и просим, Боже, пошли нас, там, где нет света. Мы хотим быть тем семенем, которое сеется во имя Иисуса Христа, Боже. Мы благословляем Твое святое имя. Мы благословляем Тебя, наш Бог. Мы благодарны Тебе за эту милость, явленную нам. Мы благодарны сегодня за то, что мы часть Твоей церкви. Мы благодарны за то, что мы имеем такое единство. Мы благословляем Твое святое имя во имя Иисуса Христа. Аминь. И давайте мы прославим Бога. Аминь. 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 Продолжение следует...